Малина, сладко на губах, малина, малина на губах. Это песня из 17 лет. Иванушки Интернешнл. А теперь я в Инстаграме наблюдаю за жизнью этого рыжего, который мне нравился. Который там был самый такой, на мой взгляд, самый, короче, какой-то яркий, не знаю. Короче, интересно. Он одногодка, я так поняла. Одногодка. То есть все поклонницы уже тоже такие, растут. И песня такая, помню. Малина, сладко на губах, малина, малина на губах. У меня голоса нету, поэтому... Видите, как покрасилась? Шикарно. Шикардос. Еще стрижку осталось. Дождаться. И паста такая классная, вообще зубы отбеливающая. Зубы отбеливают. За 14 дней должны еще белее быть. Ну, первые только рунки, но все равно они чище становятся. Они же тоже грязнятся. Хотя я то пасты стараюсь... Ну, тут вообще хорошее все пасты, качественно. Ну, классно. Такая, понимаете, хочется чистить зубы, потому что у него привкус от того фрукта необычного, которого я еще никогда не пробовала. Дракон. Вот он, дракон. Такой типа белый, красный сверху, внутри белый и с черными точечками. Такой прикольный вкус, ну, привкус, что хочется очистить. И, слушайте, такой матрас классный, что я не хочу вставать утром, не хочу вылазить. Так хорошо, тепло. И снизу, так, как, говорю, всю зиму пролежала, как говорится, ветер поддувал. А теперь сделала себе такое ложе. Теперь не хочется вылазить, блин. Это вообще кайф. Такие простые вещи могут приносить столько радости. Реально это. Просто надо нормально все делать, как оно должно быть. Нормально должна быть кровать. Просто по привычке, типа, а, и так сойдет, а, и так. А езжешь комфортнее, можно же лучше жить. Вот так вот. Так. Ну, классно, мне нравится. Цвет такой шоколадный. Это мой натуральный цвет. Ну, хоть я им покрасилась, но это реально мой такой был. Ну, всегда у меня. А потом уже там седые начали лезть. Как-то сразу, а не в 17 лет. Только я после заработков, после стрессов, после болезней, что я перемерзала на этом. Ну, короче, работала в Киеве. Вот так, на площади. Мороженое продавала. И дождь, и не дождь. И стоишь, мокнешь. Тоже мне вот. И не питаешься. И, короче, помню, простудилась хорошо. У меня все болело. Почки, в юности, все угробляло. И поэтому, я думаю, и пигмент волос терялся. Ну, стресс, недоедание. Не знаю даже. Может, и не за этого. Но мне кажется, что из-за этого. По 17 лет у меня седые. В щелке. Ну, ничего, есть краски. И можно спокойно, прекрасно окрашивать. Вот такой чудесный цвет получается. Ммм, смакота. Так, захотелось риса с маслом и с сахаром. Но там еще у меня запекается, ну, подогревается таким образом. Картошка печеная вчерашняя. И там кусок, ну, мяса, короче, какое-то. То, что я принесла. И рыбы кусок. Потому что этого будет мало. А я сейчас ем, потому что слюны полный рот. Так захотела риса. Прям капец. Прям капец, 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 капец. Капец, капецкий. Вот так вот. У меня тут сад. Мне еще хозяин не приходил за деньгами. Ну, я написала, что уже два дня назад написала. Ну, нету времени, наверное, просто. То не важно. Мне главное, что я написала. А там пускай как хотят. Могут вообще не забирать. Я не против. Короче, такие дела. Ну, вот. Огрелась моя еда. Нагрелась моя еда. Печеная картошка. Подогрелась немножко рыба. И курица отбивная. У нас дождь. Огурцы везде растут. Ну, видите, они растут, да не вырастают. И тут он, кабанчики, висят. Ну, может, это вырасти. Не знаю. Уже не загадываю. Тут сами выросли. Куча целая. Если бы на огороде, конечно, они бы дали хороший урожай. А каждый день поливать нельзя. Потому что вода... Ой, земля и так мокрая. Куда же еще каждый день? Вот помидоры какие у меня стали сильные. Такой ветер на помидор дует. Просто окно открываю, наверное, чуть-чуть прикрою. Чтоб не дуло. Так, пооткрываю на мини-проветривание. А то прям помидор болтается. Вот это какой толстый. Тут он уже огурчик. На других, на комнатных. Что, по идее, должны быть. Ну и тут. Огородинка. Под потолок. Короче, я иду кофе пить. На улице так классно. Надо купить, короче, резиновые сапоги. Чоботы. Видела там магазинчики в одном онлайновском. Такие, чтобы... Бо, я так поняла, тут дождь будет постоянно. Поэтому надо. Сегодня, наверное, сапоги просто обою. Потому что, чтоб ноги не намокли. В кроссовках. Ну, классно, конечно, дождь. Я люблю такую тоже погоду. Но надо просто соответствующую обувь. Чтобы не мочить. Но и там такие прикольные продаются. Эти сапоги. Резиновые. Все, сделала кофе. Сейчас второй сад. Будем смотреть. Прикольно, да? То были такие крошечные, маленькие. Прям пиндюрки. А тут повырастали. А детиска, кстати, лучше стала выглядеть, когда я ее убрала с окна. И, видимо, на к ней сильно было много света, солнца. Наверное, пекло. Ну, так вот. Так вот тут и живем. Зато воздух свежий. Знаете, я обратила внимание, что очень свежий воздух. Конечно, такой сад. Мощный. Подстрела себе челку. Потому что она уже лезла. Это глаз. Чуть-чуть так. Чик-чик-чик. Канцелярскими ножницами. Так что я теперь деловая. Может, когда-то уже откроются. Парикмахерски я сделаю прическу. Стрижку. Прикольные шишки. Только заметила такое дерево. Снова принесла палочек, повтыкала. Потому что многие уже хотят усы куда-нибудь запускать. Поэтому я им повтыкала. Ну, помидоры для поддержания. Потом еще на рву этих палочек. Там просто сухая ветка висит. И я так по дороге иду. И рву. Ну, конечно, может оказаться, что это мало. Но на данном этапе хватит. Ну, не куплять же мне эти палки. А так вот прекрасно. Радует глаз, конечно. И пахнут хорошо. И воздух свежий. Короче. Ну, я, во-первых, открываю окно на день. Ну, так, на проветривание. Потому что если закрыт, то вообще тут будет задуха. И когда приходишь, такой кислород, знаете, как в лесу. Схожи. И мне посоветовали сделать обрезание огурцам. Вверх пострелять. Чтобы они росли в огурцы. А не, короче, в бодыль. Поэтому я сейчас вам покажу, как я сделаю. Вот у меня я закрыла уже. Ну, вы, конечно, не увидите особо. Но ножницы я обрезала сегодня. Челку себе. Говорю и вам, огурцы, сделаю обрезание. Видите, они усы пускают. Им уже надо. За эту зацепился, но ему мало. Поэтому он за эту еще зацепится. Ну, так как-то и справимся. Тут я немного первый лист срезала. И он сразу развернулся в большие листы. И тут уже огурец. Только мне не нравится, что он так прикручивается. Что потом и листья, и огурцы все завертутые. Как веревки своими усами. Надо вот так ему помогать, раскручивать. И, короче, вот так вот, чтобы он рос нормально. Но эти не должны быть высокими. Я надеюсь. Не такие, как эти. Тут верхушки срезала. Все, теперь они должны расти в огурцы. Хватит уже, говорю, ребята. Потому что вы лезете вверх. И что толку? Если огурцов нема. А тут интересно. Вон, видите, такие бочонки висят. Непонятно. И тут немного подчекала. И тут не видела этого бочонка. Он тут висит. Не знаю. Ну, сейчас сорвать он невкусный. То есть, либо он нормальный был. Сина поливать тоже нельзя. Потому что, что ж, мокрая сена земля, они же будут гнесть в корне. Поэтому, такой жары нету, солнца сильного нету. Они не высыхают. Поэтому вот так вот пока. Ну, огурчики уже вот. В этом уже он, огурец, торчит. Посмотрим, что с него будет. И дальше еще растет. Так я его раскрутила, чтобы он не закручивал себя намертво. Знаете, он любит обвернуться. Ну, и вот этот, что рядом, тоже такой вот. Пока. Видите, он торчит такая пиндюрка. И шо? Где рост? Где ваш рост? Все, сейчас будем делать обрезание. Раз такое дело. Раз не хотите по-хорошему, будет так. Маска моя сохнет. А тут поставила те верхушки, чтобы срезала. Ой, а це, че выпало. Це выкинуть. Интересно, говорю, они корни могут пустить. Просто ради любопытства. Ну, просто жалко как-то. Верхушечки. Вот так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok